Девушки отдыхают Инициатива в действии. Платформа Юнайте-24 реализовала более 100 проектов для поддержки Украины и запускает еще один. Объявлен первый сбор на наземные роботы-дроны для защиты от российского террора. Китай демонстрирует силу. Сразу после инаугурации нового президента Тайваня КНР начала масштабные учебные маневры вблизи острова. Верные навсегда. В Украине отмечают День морской пехоты, которая выполняет боевые задачи и в море, и в воздухе, и на земле. Вы отличились в боях с первых дней войны и участвовали в каждом из действительно стратегических сражений на наших южных и восточных рубежах. В России еще 21 был ранен. Также ракета захватчиков поразила транспортное предприятие. Кроме этого, Россия обстреляла Любатин. Удары пришлись по центральной части города и железнодорожной станции пострадали еще 10 человек. Подробности очередной атаки российских террористов в репортаже моих коллег. Вот так теперь выглядит одна из крупнейших типографий Харькова, где печатали книги, учебники и полиграфическую продукцию практически всех украинских издательств. Эти руины – одно из 12 мест попаданий ракет, которые выпустили по Харькову и области днем 23 мая. По типографии, россияне ударили двумя ракетами. На момент взрыва в здании находилось 50 человек. Предварительно это баллистические ракеты С-300. Было попадание в транспортную инфраструктуру и, кроме этого, попадание в производственное предприятие, которое занималось печатью. Они печатали и тетради, и книги. Во время удара была смена, люди работали. Вы видите, какие разрушения есть. Начавшийся после удара пожар гасили шесть подразделений спасателей и 40 человек личного состава. Огонь охватил более 500 квадратных метров площади типографии. Только через час основное пламя удалось погасить. Частично обрушились несущие конструкции здания. Работать приходилось в задымленной зоне, в аппаратах на сжатом воздухе из-за того, что было много горючих материалов, а именно бумага и изделия из бумаги. Первые экипажи спасателей, прибыв на место попадания российских ракет, провели разведку. Искали выживших и раненых среди завалов. Первые подразделения, прибывшие на место происшествия, а также сотрудники нацполиции, при проведении разведки эвакуировали пострадавших работников из этого здания, выносили на носилках и доставляли в карету скорой медицинской помощи, после чего они сразу были госпитализированы. Что касается Люботина, то в течение дня после удара баллистикой за помощью в медицинские учреждения обратились 10 человек. У некоторых зафиксированы осколочные ранения. В течение дня армия России более 15 раз обстреляла Никопольский район, сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Российские оккупанты вели огонь из артиллерии, а также использовали дроны-камикадзе. Под удары попали как сам Никополь, так и несколько общин. Кроме этого, Днепровский район российской армии атаковала ракетой. По данным властей, повреждены пожарная часть, общежитие и агропроизводство. Люди не пострадали. Украина вернула домой еще 13 детей, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его информации, семерых маленьких украинцев вместе с их семьями удалось возвратить с временно оккупированных Россией территорий. Еще шестерых в рамках реализации президентского плана Bring Kids Back UA. Вернуть детей помогал также Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Кроме этого, Андрей Ермак поблагодарил Катара за содействие в этом важном деле. Нидерланды совместно с другими союзниками закупят для Украины дополнительное военное оборудование на 175 миллионов евро. Об этом заявила нидерландская министр обороны Кайса Олангрен. Она подчеркнула, что защищаясь от российских атак с воздуха и для обороны в море, Украине нужно больше ресурсов. Силы обороны Украины уничтожили еще один российский штурмовик Су-25. Самолет сбили зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады, сообщила пресс-служба подразделения Facebook. Также отмечу, что накануне еще одну российскую сушку приземлили бойцы 110-й мехбригады. На передовой с начала суток зафиксировано 79 атак российских оккупантов, которые безуспешно пытались прорвать украинскую оборону. Больше всего боестолкновений произошло на Покровском и Купенском направлениях. Подробнее о ситуации на фронте далее в сводке Генерального штаба ВСУ. На фронте ожесточенные бои идут на трех направлениях – Покровском, Купенском и Краматорском. Все попытки, которые российские оккупанты предпринимали для продвижения вперед, остались безуспешными. Украинские воины не дают захватчикам наращивать усилия, держат под огневым контролем все направления и истощают наступательный потенциал противника. В Харьковской области российские войска завязли в уличных боях за Волчанск. Там их штурмовые подразделения понесли очень значительные потери. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Сейчас он работает на Восточном фронте, изучает обстановку и помогает в решении первоочередных задач. Как рассказал главком, в районе Липцев урсиан также существенные потери. Они перешли к активной обороне. По словам Сырского, на Купенском направлении продолжаются бои к северу от города. Сложная ситуация в районе Кисловки, где российские войска пытаются прорвать оборону и выйти к реке Оскол. Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступках к Часову Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город. Используют новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и ФПВ-дронами еще в ходе его движения. Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка, Бердычи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений. Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Подтверждает эту информацию и представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он сообщил, что по состоянию на сегодняшний день то, что происходит на пограничных территориях, не является наступлением российских захватчиков на Харьков. То, что враг планировал во время наступления на Харьковском направлении, он не достиг даже близко. В первую очередь, благодаря действиям украинских сил безопасности и обороны. В общей сложности группировка врага на северной границе составляет около 50 тысяч. Но сейчас видим именно пограничную операцию. И происходящее это не наступление на Харьков. Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Минобороны Украины в эфире марафона «Едыни-Новыны». В Сумской области наблюдается активность вражеских ДРГ, а также ежедневные обстрелы, которые Россия наносит с разнообразного вооружения по приграничной территории. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. И подчеркнул, что украинские воины пресекают любые попытки диверсантов прорваться на территорию Украины. У врага по-прежнему на этом направлении сосредоточены определенные силы, но их недостаточно для удара стратегического уровня. Однако россияне могут попытаться повторить то, что мы наблюдаем сейчас в Харьковской области, чтобы растянуть наши силы, увеличив линию столкновения. Мы понимаем эту угрозу и готовы адекватно отвечать противнику. Андрей Демченко, спикер Госпогранслужбы Украины, в эфире марафона «Едыни-Новыны». Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 1330 российских солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Общая цифра потерь армии РФ уже превысила 497 тысяч. Также силы обороны Украины за сутки уничтожили 11 танков, 27 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, а также одно средство ПВО. Силы обороны Украины также за сутки сбили один самолет РФ, 45 беспилотников и одну крылатую ракету. В Брюсселе состоялись дебаты кандидатов на пост президента Европарламента. Сами выборы пройдут с 6 по 9 июня. Среди претендентов на пост действующая глава Урсула фон дер Ляйен, а также итальянский либерал Сандро Готси, лидер социал-демократов Люксембурга Николас Шмидт, глава европейских левых Австрии Вальтер Байер, а еще представительница немецкой партии «зеленых» Терри Райнбке. Спикеры рассказали о своих взглядах на экономику и оборону Европы, а также на изменение климата и другие важные темы. Фаворитом гонки считается Урсула фон дер Ляйен. В своей речи она призвала укрепить оборонную промышленность ЕС, а также заявила о необходимости продолжить поддержку Украины. Мы должны поддержать Украину. Украина ведет войну за свободу против угнетения. Это война демократии против автократии. Украина борется за наши ценности и все свободные нации. Поэтому мы должны в первую очередь поддержать Украину и, конечно же, одновременно усилить собственную оборону. Российская угроза для Украины и всей Европы не исчезнет сама по себе. Об этом заявил президент Германии на торжественной церемонии по случаю 75-летия Конституции страны. Франк-Вальтер Штанмайер также отметил, что украинцы не сдадутся в своей борьбе за свободу. Никто не знает лучше Украины. Тот, кто любит волю, тот, кто не должен уступить агрессору. И никто не знает, когда жажда власти Путина будет удовлетворена. Угроза, которую представляет Россия, также и для нас просто так не исчезнет. Германия, Европа, мы должны признать. Все живем в радикально изменившейся реальности. После десятилетий роста, процветания, укрепления демократии, увеличения веса Европы, мира, счастья, немецкого единства, мы сейчас переживаем эпохальный перелом. После жестокого нападения России на Украину в Европу вернулась война. Циничная захватническая война, которая погрузила нас в неопределенность, которую, как мы думали, мы преодолели. Оружие и дроны для Украины, а также подготовка к саммиту НАТО и безопасность в регионах Балтийского моря и Северной Атлантики. Такие вопросы обсуждали на встрече в Литве министры обороны Северной группы. В нее входят Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, а также Нидерланды, Исландия, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания. На встрече было принято каменюки о дальнейших совместных действиях. Кроме этого, министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы призвали членов НАТО увеличить оборонные бюджеты. Как минимум до 2,5% от ВВП. Такое предложение государство Балтии планируют озвучить на саммите Альянса в июле. Отмечается, что сейчас члены блока обязаны выделять на оборону не менее 2%, но только 11 из 32 стран достигли этого показателя в прошлом году. В платформе Юнайтед 24 два года. По случаю годовщины в Киеве прошел саммит, на котором подвели итоги работы и анонсировали новые проекты, а еще открыли сбор на наземные роботы-дроны. Среди гостей конференции было немало випперсон, астронавт НАСА Скотт Келли, актер Миша Коллинз и оператор-постановщик группы Imagine Dragons Тай Арнольд. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Роботы-камикадзе, многоцелевые гусеничные для грузоперевозок, минирования и разминирования, а также для эвакуации раненых. В скором будущем на вооружении украинской армии появятся сотни наземных роботизированных платформ. Инициатива Юнайтед 24 начала масштабный сбор средств на машины, которые будут воевать на фронте. На самом деле уже проделана большая домашняя работа, открыт рынок для того, чтобы развивались эти наземные платформы и многие различные бюрократические барьеры уничтожены. И отдельно будет выделяться государственный бюджет, то есть это как первый этап, первый шаг, а дальше будет масштабирование. Я думаю, что сотни платформ уже к концу этого года будут на поле боя и будут активно применяться. Первые многомиллионные донаты от украинского бизнеса на наземные дроны уже на счету Юнайтед 24. Сертификаты от доноров обнародовали на саммите, посвященном второй годовщине работы платформы. Два года назад стартовала идея Юнайтед 24, идея объединить наиболее обычных людей из разных стран и континентов. Юнайтед 24 прибавил нашему государству силы, нашему обществу крепости. Человечеству в целом добавил знание, что государства могут создавать фандрайзинговые платформы, ориентированные на защиту общечеловеческих ценностей и на абсолютно практическую и действенную помощь государству во время войны. Оборона, гуманитарное разминирование, медицинская помощь, восстановление Украины, образование и наука. За два года работа Юнайтед 24 реализовала более 100 проектов по пяти направлениям. Один из самых масштабных – морской бой. Это сбор на первый в мире флот морских дронов. Тех самых, которые поразили Керченский мост и ни один российский большой десантный корабль. Что касается будущего развития, все только усовершенствуется путем установления новых систем на эти уже роботизированные, прежде всего, морские платформы. Появились морские дроны для борьбы с воздушными целями. Появляются системы для ударов по побережью, по небольшим надводным целям. Так что все будет развиваться и дальше. Системы модернизируются, технологии осваиваются и появляются все новые технологии. Среди амбассадоров Юнайтед 24 – актеры и режиссеры, музыканты, ученые и спортсмены. Лидеры общественного мнения из десятков стран. Они сами организовывают сборы и популяризируют среди иностранцев фандрайзинговую платформу. Прежде всего, это освещение происходящих в нашей стране событий, помощь людям, помощь в восстановлении. Мы, например, отстраиваем школу в Черниговской области и впереди еще много работы. Хочу поблагодарить всех наших доноров, которые помогают вернуть нашу свободу. Я был вовлечен во многие проекты. Самый успешный – это организация матча в Лондоне. Мы привлекли очень много спортсменов. Мы с Яной знакомы с Юнайтед еще с тех пор, как за границей делали большую кампанию. И ходили, трубили, чтобы люди донатили. А самый простой, самый легкий путь, как сориентировать европейцев, куда идти, – это идите на 24. Там есть информация на английском языке. Все там прочитаете. С мая 2022 года инициатива Юнайтед-24 аккумулировала почти 650 миллионов долларов и объединила доноров из 110 стран мира. И к другим важным темам дня. Польша усиливает безопасность в районе аэропорта Жешуф-Ясенка, главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине, из-за угрозы диверсии со стороны России. Как сообщил глава польского МВД, аэропорт принимает до 90% грузов, которые направляются на фронт. Мы имеем дело с иностранным государством, которое проводит враждебные действия на территории Польши. Ничего подобного раньше не было. Речь идет о поджогах, попытках поджогов, а также физических нападениях. Например, Россия вербует так называемых одноразовых агентов, таких как футбольные хулиганы или организованные преступные группы, которые готовы совершать диверсии за деньги. Мы уже не говорим об агентах влияния или какой-то онлайн-активности. Это люди, которые готовы прийти и что-то поджечь. Это очень серьезная ситуация. Томаш Симонек, министр внутренних дел Польши, в интервью Блумберг. Норвегия закрывает въезд для россиян. Новые правила, принятые правительством, начнут действовать с 29 мая. Запрет пересекать границу коснется всех граждан РФ, даже тех, у кого есть шенгенская виза, выданная Норвегией или любой другой европейской страной. Исключения будут делать лишь для тех, кто едет на работу, обучение или к близким родственникам. Решение ужесточить правила въезда для граждан РФ соответствует норвежскому подходу, который заключается в поддержке союзников и партнеров в реакции на незаконную агрессивную войну России против Украины. Эмили Энгермель, министр юстиции и общественной безопасности Норвегии. Соединенные Штаты и Финляндия расширят сотрудничество и оперативную совместимость спецсил. Об этом договорились помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Кристофер Майер и представитель Министерства обороны Финляндии Янне Кусела. Как сообщили в Пентагоне, стороны подписали заявление о намерениях, которое закладывает основу для будущего расширения совместного оборонного потенциала. Если НАТО будет сбивать российские ракеты на территории Украины, это поможет компенсировать дефицит противовоздушной обороны страны и не вовлечет альянс в войну. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. А вот могут ли партнеры НАТО использовать оружие для уничтожения целей на территории России? Узнаете далее. Президент Украины Владимир Зеленский подталкивает партнеров к более прямолинейным действиям. Он хочет, чтобы страны НАТО помогали перехватывать российские ракеты над Украиной и позволяли Киеву использовать западное оружие против скапливающейся вблизи границы военной техники противника. Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно как минимум 120-130 самолетов, чтобы противостоять, дать отпор в небе. Вы не можете предоставить это прямо сейчас? Хорошо. Возвращаемся к ПВО. Этого тоже нельзя предоставить? Ф-16 предоставить пока не можете. Поэтому мы возвращаемся к тем самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО. Поднимайте их. Они есть. Используйте их. Сбивайте цели. Защищайте мирных жителей. Глава украинского государства выразил уверенно, что страны-альянсы могут это сделать. И это не будет считаться вовлечением войну. Сбили бы ракету, которая потенциально могла бы взорвать газохранилище, откуда газ транспортируется в страны НАТО. Это их защищает? Да. Или они сбили бы ракету, которая потенциально могла бы поразить мирное население страны НАТО. Это их защищает? Да. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также призвал партнеров сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной или предоставить необходимые для этого системы ПВО и самолеты с соответствующими техническими возможностями. Нет никакого юридического, безопасного или морального аргумента, стоящего на пути к тому, чтобы наши партнеры сбивали российские ракеты над территорией Украины со своей территории. Те, кто говорит, что такие действия были бы эскалацией, манипулируют. Мы уже много раз слышали аргумент о необходимости избегать эскалации. Но за последние два года единственной стороной, занимающейся эскалацией, является Российская Федерация. С начала полномасштабного вторжения западные партнеры предоставили оружие Украины для борьбы с российской агрессией на украинской территории. Эксперты объяснили эту позицию опасением обострения со стороны России. Это ограничение является одной из причин, почему Харьков так страдает. Если бы Украина могла наносить удары по российским войскам, стоящим прямо через границу, Россия имела бы гораздо большие материально-технические проблемы перед началом этого наступления. Если бы мы позволили Украине стрелять по российским самолетам, которые находятся в российском воздушном пространстве, и запускают кроватые бомбы, которые убивают людей, в Харькове погибло бы меньше людей. Джон Хербст. Старший директор Евразийского центра Атлантического совета. В интервью изданию «Голос Америки». Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине. Законодатели также заявили, что поддержат предоставление разрешения Украине атаковать цели на территории России и предлагают расширить тренировку украинцев на американских истребителях F-16. Китай начал вокруг Тайваня масштабные военные учения – совместный меч. Они стартовали всего через несколько дней после инаугурации нового президента острова – Лайчинг-Тэ. В КНР назвали двухдневные маневры наказанием за якобы сепаратистские действия сил независимости острова, а также предостережением от вмешательства со стороны внешних сил. К учениям привлечены сухопутные войска, авиация, ракетные и военно-морские силы. Китайские военные проводят условные операции в Тайваньском проливе к северу, югу и востоку от острова. В Министерстве обороны Тайваня осудили учения и назвали их провокацией, которую Китай использует, чтобы угрожать демократии и свободе. Ведомстве отметили, что в последние годы самолеты и корабли КНР создавали опасность возле острова и нанесли значительный ущерб глобальному миру и стабильности. В офисе президента Тайваня заявили, что военные подразделения острова и команда по национальной безопасности полностью контролируют ситуацию. Морские, воздушные и наземные силы Тайваня в полной готовности. Я буду стоять на передовой вместе с армией, чтобы защищать национальный мир. Международное сообщество сейчас уделяет большое внимание демократическому Тайваню. И сталкиваясь с внешними вызовами и угрозами, мы продолжим защищать ценности демократии, региональный мир и стабильность. В прошлом году Китай уже проводил военные учения в Тайваньском проливе, в ходе которых отрабатывал маневры, необходимые для возможного вторжения на остров. Об этом заявил заместитель командующего Индотихоокеанским командованием США. Тогда китайские военные имитировали морскую и воздушную блокаду острова. Прошлогодние учения также включали десантные операции и контрмеры против внешнего вмешательства. Вероятно, такие операции Китай будет отрабатывать и в этом году. В Киеве финишировал всеукраинский велопробег ветеранов в честь павших защитников Украины. Участники стартовали в Ужгороде и за 9 суток преодолели больше 1000 километров, посетив при этом 13 городов. Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Житомир, Белую Церковь и несколько населенных пунктов Киевской области. Во время велопробега был открыт счет для сбора средств для реабилитации военных раненых на фронте. Отмечу, что первый подобный велопробег в сотрудничестве с командой Министерства ветеранов Украины был организован в 2020 году, а маршрут пролегал до ныне оккупированного Россией Мариуполя. В июне прошлого года провели премьерный международный пробег «Ужгород-Дармштад» под лозунгом памяти погибших украинских героев. Главная цель нашего велопробега – это чествование памяти защитников и защитниц Украины. Также велопробеги мы можем делать только благодаря нашим ребятам, которые защищают Украину. Сначала велопробега нас было двое, а потом по городам и областям к нам присоединилось очень много велосипедистов. Велопробег был организован, чтобы популяризировать подвиги наших воинов. Маршрут выстраивается таким образом, чтобы заезжать в каждые населенные пункты и общаться с семьями погибших защитников и защитниц Украины, с молодежью, с ветеранами, лицами с инвалидностью. Мы это будем проводить каждый год, потому что это огромный толчок молодежи и ветеранам, которые думают, что после ранений жизнь закончилась. Она не закончилась, она начинается заново. Беспилотники не смогут заменить работу артиллерии, но и без них уже невозможно представить современную войну. Наш следующий сюжет о работе группы ударных дронов украинского батальона «Ахиллес» 92-й бригады имени Ивана Сирко. Именно он сейчас помогает сдерживать продвижение россиян вглубь Харьковской области. Это практически как управляемая ракета. Вы буквально повсюду, и вы можете поразить живую силу и транспортные средства. Если бы не эта штука, бог знает, что бы произошло. БПЛА очень важно имеет максимальное значение. Для группы ударных дронов батальона «Ахиллес» 92-й бригады имени Ивана Сирко всегда есть работа, а не там, где горячо. Долгое время их подразделение выполняло задачи на Бахмутском направлении. Теперь же помогают останавливать наступление российской оккупационной армии на Харьковском. Обязанности в группе четко распределены. Военнослужащий с позовным «Архип» отвечает за сборку и подготовку дрона к работе. Моя работа – подготовить дрон к вылету. То есть подготовить БК, подготовить батарейку, ну и выбрать нужный дрон. Потому что есть разные частоты. Архип убежден, без дронов работа штурмовиков и пехотинцев была бы более рисковой. Конечно, важны. Но взять хотя бы на примере вчерашнего дня. Была штурмовая группа, штурмовали здание, в котором сидел пулеметчик. Ну, идти просто на пулемет – это смерть, я не знаю. С помощью FPV обезвредили пулеметчика, зашли в здание. Там и боемпленных брали, и зато наши остались все живы. Дроны не могут заменить артиллерию. Так же, как и артиллерия, не может справиться с задачами БПЛА. На фронте каждый выполняет свою функцию. То есть, как бы, сейчас дроны, я считаю, это, скажем, та же самая арта, но менее стоимая и более управляемая. Потому что артиллерия не есть самое точное оружие. Ну, начиная с минометов точно. Дрон, если все нормально в плане сигнала и рэба вражеского, то долетает в цель 90% случаев. За более чем два года полномасштабной войны индустрия БПЛА значительно шагнула вперед. Главное – не терять темпов развития и уметь адаптироваться к реалиям, говорят военные. Инноваций всегда больше, поэтому противник постоянно адаптируется. Радиоэлектронная борьба, частоты. И мы тоже без конца работаем над этими вопросами, всегда ищем альтернативу. Таким образом, это колоссально изменило войну. Для операторов БПЛА важно тщательно маскироваться и не давать заметить себя противнику. Главное в нашей работе – не раскрывать себя, потому что если ты раскроешь себя, ты – приоритетная цель для противника. И они тебя разберут. Они даже могут навести на тебя пару самоходных артиллерийских систем и стрелять без остановки, пока не добьются цели. А может быть, даже запустят пару кабов. Каждый из этих мужчин уже не первый месяц на фронте. И несмотря на усталость, говорят, расслабляться нет времени. Мы работаем, работаем, работаем. Враг не дремлет. Он все время пытается нас достать. То тут, то там или еще где-то. Поэтому надо работать по максимуму. А придает сил, говорят военное количество уничтоженных вражеских целей и спасенные жизни поворотимов. В Украине сегодня День морской пехоты. Президент Владимир Зеленский поздравил бойцов с их профессиональным праздником и поблагодарил за стойкость и защиту украинских рубежей. Вы отличились в боях с первых дней войны и участвовали в каждом из действительно стратегических сражений на наших южных и восточных рубежах. Это защита острова Змеиный, Одесского и Николаевского регионов, тяжелая боевая работа в Херсонской области, которая во многом определяет судьбу этой войны, оборонные операции в Донецкой и Луганской областях. О важных новостях узнавайте также в нашем Телеграм-канале. Информация на странице Freedom обновляется регулярно. Также наши редакторы добавляют актуальное видео, интервью и комментарии экспертов. Сканируйте код на экране, переходите по ссылке и подписывайтесь. Далее говорить о важных темах дня продолжит Денис Пахила. Информационный марафон. Далее он о Freedom. Я же прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok